Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале. Вы на канале с клиническим психологом. Ох, друзья, сегодня с вами говорим на такую катастрофически важную тему. Это бессонница. Бессонница у моих клиентов. Бывает по разным причинам, но будем с вами разбираться в ключевых моментах. У кого-то это не выработанный мелатонин, не отработанный стресс за день, а у кого-то это вообще нарушение очень частого микроэлементного статуса человека. То есть человек пустой, он не может спать. Он не может спать, потому что не построен коллаген, нет магния, нет электролитов нормальных в организме, и начинается стресс. Не получается работать, потому что не хватает бэшек в организме, и сломанный процесс детокса, то есть печень не выводит. И представьте, такая вся каша в голове, который хочет, человек, который хочет якобы заснуть. И тут начинаются походы, и тут начинается движение, еще что-то. И это все нарушает плюс, друзья, если мы с вами смотрим какой-то отдельный момент, я хочу вам помочь и подсказать, и это будет момент связи с реальностью. У кого-то бессонница связана с прошлым опытом, у кого-то бессонница связана с тем, что я не хочу видеть будущее, я не хочу принимать настоящее, и я не знаю, как его изменить. И представьте, такая история у человека, бесконечна у человека в голове, и это очень влияет на его психосоматические способности. Поэтому бессонница терапевтируется индивидуально у кого-то. Если тема расслабляющих, успокаивающих трав ваша, то пишите, тоже в консультацию возьму. Если тема расслабления вообще ваша, то тоже пишите. Я спланирую снять видео, в котором дам определенные травы, успокаивающие микроэлементы, которые физически влияют. Плюс, что влияет вообще, в принципе, это нерешенные, как я сказала, вопросы жизненные. Они не дают вам просто успокоиться. Поэтому здесь вы решаете уже со своим психологом на индивидуальном приеме. Напоминаю, что еще пока запись ко мне открыта на декабрь, есть места, кто хочет, может присоединяться. Друзья, забыла вам сказать по поводу бессонницы. Тех, кто не усваивает B12, у кого плохие, как я сказала, показатели железа, у кого плохая работа эндокринных желез, у тех все тоже плохо со сном. Так бывает. Это физика.